Там была редакция другая, татского вещания. Ну, было по-грузински, естественно, это забедово. А, как это? Ташкентские евреи? Тут бухарские они называются, да, да. Ой, конечно, а как же? Ну, они, интересно, они же там, они же эмигрировали еще при... Это пока не вести. Там устроили капустник на его юбилей, и там были стихи, песни там и все. И я помню только одну, две строчки там из его песен на этом капустнике. И вам при всей, при вашей нежности добыть родом промежности. Вот изгаляются. На самом деле, эти самые, на самом деле, эти, которые врачи, они умеют. Это же, помните, КВН, Акселерод Альберт начинал. Да, а он был врач. И у него был гениальный номер. Меня обрадовало, что это не центральная, потому что все показывают. Ну, держите. Так, как мы хотим садиться? Квадратных ездовым. Правильно, правильно. Как хотите? Я здесь, потому что я могу бегать. Ну, например. Я здесь, потому что я могу бегать. Я здесь, потому что я не умею. Тузак. Ура! Я же мог воздержаться, но я не воздержался. Я бы помолчал, но выбить хочется. Это хороший тост. Угу. Нет, ну это... В тосте должно быть что-то неочевидное. Вот с этим всегда сложно. Но ты всегда можешь. Ничего не сложно. Ладно. Тогда я в традиционном стиле, чтобы была некая загадка, начну с вопроса. Как вы думаете, какое самое важное, ценное право человека? Выпить и закусить. Это опять же очевидное заявление. На собственное мнение. Чесать, если чешется. Да, человеку насосно нет. Козьмак Рудков был прав. Это очень глубокий тост с политическим оттенком. Право. Самое важное право человека – это право на ошибку. На ошибках учатся. На ошибках дети растут. Тоталитарный режим жесткий. Первое, что делает – в Советском Союзе расстреливали за опечатку в газете права. Когда человек решает право на ошибку, то и жизненный опыт, особенно это важно, вот право на ошибку детей. Вот эта педагогика, которая основана на запретах, на всем, не может вырастить человека свободного, творческого. Поэтому я хочу лопить за меня и вашу ошибку. Ура! Я все время лопаю. Да, молодцы. Я буду право пользоваться теперь же без всякой стеснили. Это как был известный поминальный тост такой. Говорили, спей спокойно, дорогой товарищи. Помни, что на твоих ошибках мы учимся. Но браво, браво. Между прочим, это правильное заявление. Физик вышел, говорит, я, говорит, в этой биологии не понимаю, там, наверное, большие достижения, но по физике то, что там полная ерунда. Выходит другой оппонент. Говорит, я физики не понимаю, биология – это полная чушь, а вот физика, наверное, там серьезные уравнения написаны. Вот. И уравнения написаны. Чистая правда. Я выступил, говорю, ребят, система голосования у нас устроена принципиально неправильно. Есть три категории – за, против, воздержался. Воздержался идет на пользу тому, кому, значит, прошедшая степень. Не хватает самой главной категории. Я не имею права на собственное мнение в этом предмете. Вот, 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 вот. Надо вести. Как на меня понесли? Как это мы члены ученого совета не имеем права? Меня вообще-то понесли со страшной силой. И вот, когда люди высказываются там про политику, про медицину, вот, абсолютно не зная ни фактологию, ни материала, ничего. И вот эта тонкая материя права на собственное мнение – это тот, вообще, необходимый базис, в котором начинать любое обсуждение, любое голосование. Вот это быдло, которое голосует по непонятным критериям, оно не имеет права на собственное мнение. О, супер! А можно спросить? А как тогда увязать право на ошибку? Вот, с этим, собственно, мнением? Правильно, но это ошибка. Я могу ответить на примеры. У меня был учитель математики, пардон, у меня еда, в девятом классе. Яков Гирилевич Хейфиц, он был чудесный человек, он был пожилой, и он не любил шутить особенно, но он был грустный всегда. И он говорил так, ну, было выражение, он говорил, сегодня, говорит Василенко, гораздо лучше, пока два. Вот, когда у него станет три, у него будет, может быть, право на... Гораздо лучше Василенко, я не шучу, пока два. Поэтому вот у меня существенные конфликты в семейной жизни с Таней, она начинает спрашивать моего совета. Насчет там, какой-то проблем там... Ну, как же мне не то же Твое советы? С интернетом, с интернетом, с интернетом еще. Я говорю, Таня, я могу, конечно, сделать вид, что я вот что-то скажу осмысленное, но я не имею права на собственное мнение в этом предмете. Уходит от ответственности. Между прочим, я это очень хорошо понимаю, потому что, например, сейчас я должен рецензировать некоторые статьи на одной из наших конференций. Они мне прислали нечто, в чем я не понимаю. Я им написал, ребята, вы, конечно, я могу рецензировать это дело, но вы же понимаете. Они говорят, нет, нет, вот ты все-таки сделай, потому что у нас не хватает. Что показывает с другой стороны качество ожидаемого. Я им напишу, ну, потому что я должен, но клянусь, я ничего в этом не понимаю. Я им заранее написал, в каких областях я немножко сведущу. Но проблема в том, когда ни у кого нет причины иметь мнение. Значит, когда, например, мы должны решить что-то вот насчет территории, скажем, что делать с трубами, что делать с деревьями и так далее. Он всегда говорит, я не знаю, я тоже не знаю. И он отказывается вообще иметь мнение, а я должна его, в конце концов, не знаю. Потому что ты заведующая. Ну, ты не знаю, что делать с деревьями. Все, выпьем за заведующей. Я против этих там каких-то медсестер, которые свою причастность в медицине потом трансформируют в рекомендации там людям. В общем, тост против тех, которые вот не прошли тест на другое собственное мнение. Другое говоря, за компетентность. Да, за компетентность. Ура! Ура! Я просто продолжаю тему. Это что-то очень замысловато. Нет, Женя. Ну, это в ту же дудку. Женя задал тему. Я просто продолжаю тему. Да, правильно. Совершенно верно. Мы тут перешли на некоторые честности. Считая, что когда ты, например, говоришь Таню, я не имею на это собственного мнения, а Таня тоже не имеет собственного мнения, то получается, что, значит, мнение, которое я приму, в конце концов, ты будешь критически осмысливать. И мне потом будешь, так сказать, это такое бывает. Я могу долго про это говорить. И я тоже могу. Это уже вопрос. Конкурс. Что там под колпаком? Ну, раз я сижу за столом, принесли посадю в центр, я думал, что это мясо. Мясо. А ты как думаешь? А я так думаю, что там овощи. Ой, фу. А, ваше мнение? Мясо. Мясо. Ой, опять забыл, нет. А где? А где? Как там фрайди? Ну, подождем, подождем. Сейчас мы слить, вот обратно. Первая была по поводу фрайды. Что там было? Принеси пока второе. Я несу. А кто-то ответил ему, про советы. Я заберу тогда. Мучительная радость. Я тоже вспомнил много на радость. Слышишь. Женя регистрирует. Крометитно работает. Ну, ничего. Кто поближе к этому, будь так, смотрите. Та-дам! Па-па-па-па-па-па. О, вау! Вперед. Что это? Не знаю. Понюхайте сначала. А? Мы не знаем, что это. Что это? Так, Решка, давай. Это что? Ну, ты то и другое ты. Ой, передавай это. Слушай, Сатюша, по-моему, мы все угадали. Я тебе и говорю, поэтому... Вы сказали мясо, Таня сказала овощи. Уди сегодня говорит, now it's not Wednesday, it's Thursday. А другой слушатель говорит, yes, I'm also Thursday, let's have a beer. Ну, это вот так, когда бюджет сломает. Говорит, it's windy. Now it's not windy. Мы снили природу вокруг вашего искусства. Мы тоже собираемся что-то делать с природой. Я как-то, я немножко страдаю, потому что надо срубить деревья и так далее. Ну, ваше мнение о том, как мы как-то вот живем вместе с природой? Это вопрос. Это вопрос. Сорвулировать. Да, это вот это... Да, правильно, правильно. Вопрос. Для меня моя жена такая же природа. И жить, ну, вот, с таким сложным, многоцветным предметом и в смысле внутреннего мира и внешнего, это много сложнее, чем жить с деревьями и прочими. Главное, чтобы быть с ними в гармонии. Главное, чтобы... Гармонь будет. Гармонь будет. Гармонь? Она присутствует здесь. Так вот, гармония, на самом деле, это нечто, имеющее, ну, очень много противоречий с ширыграней. Например, Таня, когда я начал там образовывать это пространство... Плакала, Таня, как я... Плакала. Ребята, нельзя это дерево рубить, такое красивое дерево. Я тоже это так хожу. А я говорю, руби это дерево, то вот то, что за ним возникнет, оно сто раз... И вот это постоянная борьба с тем, что красота не одномерна, а что нет единого фактора, вот больше деревьев, красные деревья, таких деревьев нет. И вот ты должен стать частью этой природы, и только тогда ты можешь понять, что лишнее, а что вот там существует. И вот это желание увидеть не дерево, а увидеть компанию этих деревьев, как они друг друга видят, как они объединяют мое ожидание от этого горизонта, есть ли там озеро или нет. Поэтому это многомерная проблема. Единственное, что надо сохранять вот это, ну, не то чтобы уважение, а... Понимание? Нет, что есть что-то, вот, какие-то высшие силы, которые мистически, божественно, тебе позволяют разделить правильное, красивое, хорошее, глубокое. В общем, это глубокий понимание. За гармонию. За гармонию. Ура. За гармонию. Да, за гармонию. За гармонию. Женя, дорогой, давай, черпися. Которое внутри нас и снаружи. Да. Ой. Женечко. О, Танюша. В гармонию. А ты проведешь, да, что тебе кажется правильным по тому, как изменить? Да, мы думаем, что мы должны срубить почти все деревья с этой стороны, потому что наша территория гораздо больше, чем как-то видно сейчас. Это как бы барьер между нашей территорией здесь и нашей территорией там. Значит, срубить это, дать вид на озеро, потом поставить новые деревья на грани нашей территории, так, чтобы у нас было одно, как вы, вместе. Понятно. А у вас нет ограничений на эти исходные деревья, у нас нет, например. Нет, ну просто вот наши соседи против, и они довольно как-то громко. А, агрессивно. Ага. Так вот, значит, сначала я читал его в сам издате, еще в Харькове. В журнале «Еврея в СССР» был подборный журнал. И потом его в Варнале сдал в 77-м году. Такие хать неожиданским одним словом. Ваши раздают вот эти обуви. У вас как это был. Красавец. Вот. Так это тоже ваша территория? Нет. Ага-га. Так вот, в таком виде. Ой, красотка. Так вот, в таком виде. Продолжение следует...